Звуки триммеров слышны по всему советскому району. 28 участков улицы, переулки, скверы, подстриженные газоны придают им более ухоженный вид. Все распределено по улицам, так чтобы не осталось ни одного отрезка. И у нас есть четкий план, кому какая территория. Роману Петрушину и его команде достались сквер Утюза и улица Горбатого. С триммерами все на «ты». Косят быстро и очень аккуратно. Ни в одном городе, ни в одной стране службы, которые за это отвечают, сами не справятся. Поэтому мы должны, в первую очередь, помогать и просто следить за тем. Вот я шел по этому скверу, я бы даже, возможно, не заметил, что здесь уже подрастает трава. Но если посмотреть, здесь действительно нужна помощь. И я очень рад, что у меня получается сейчас с моей командой заняться благоустройством моего города. А в сквере 75-летие ОМВД России по Брянской области наводит порядок коллектив брянского филиала «Ранхикс» во главе с руководителем. Вы знаете, я советский ребенок, поэтому для меня привычнее коса, чем триммер. Но на Липовой аллее нам придется помимо триммеров подключить и косы. Потому что там есть неровные местности, возвышенности. Поэтому современная техника не всегда подходит для такой территории. Покос идет и на улице Ямлютина. Руководит работами и принимает в них самое активное участие Алексей Солонкин. Территория Брянского училища Олимпийского уже покошена, уже приведена во все соответствия. Когда объявили акцию «Чистый город», мы сразу же откликнулись. Я говорю, мужики, надо помочь покосить траву. Они говорят, с удовольствием, Алексей Алексеевич. Когда? В какое время выезжаем? В принципе, надо было только назначить время. В принципе, мы сегодня и здесь. В общей сложности на покосе травы только в советском районе Брянска заняты порядка 50 человек. И их работа уже видна. Я думаю, что наш пример будет примером для всех жителей города, что это наш общий дом. И мы думаем, что эта акция станет популярной. И с каждым годом все больше будет присоединяться жителей. Ольга Макушникова, Алексей Рязанцев, Брянск.